Витебский 26 июня, Витебский 3 июля, Минск, Абрест 27 июля. Молодцы. 3 июля 1944 года освободили столицу нашей родины, город Минск. Это стало символом белорусского народа к освобождению от немецко-фашистских захватчиков. А уже 27 июля 1944 года был освобожден последний населенный пункт на территории Белорусской, Советской, Социалистической Республики. Впервые за три года над нашей родиной взошло мирное небо. Однако поодаль от этой клетки находятся 60 углублений, которые говорят нам о самых чудовищных местах массового уничтожения, которые мы унесли с собой в памяти. Давайте же сейчас пройдем прямо к ним и узнаем некоторые. Я нашла деревня. Паха Субтитры делал DimaTorzok Первое углубление, которое вы видите, говорит нам о расстрелянных детях в Домачевском детском доме Брестского района Брестской области. 23 сентября 1942 года пятитонная машина, груженная немцами, ворвалась в Домачевский детский дом, после чего согнала всех воспитанников в машину, после чего отвезла на реку Западный Бух и расстреляла. Спастись удалось только одной девочке, которая избежала своей участи на реке Западный Бух. Второе углубление говорит нам о пересыльном детском лагере Красный Берег, когда-то он находился на территории Гомельской области. Там находилось свыше 12 тысяч детей со всего Советского Союза. Там содержали дети от 9 до 14 лет. И платой за это содержание была принудительная сдача крови для немецких солдат. Крупное углубление, которое вы видите здесь, говорит нам о самом крупном концентрационном лагере на территории всего Советского Союза. Это концентрационный лагерь «Тростенец». В нем погибло свыше 206,5 тысяч человек. Этот концлагерь находился в 10 километрах к югу от Минска, где находился раньше колхозный двор. Людей содержали в чудовищных условиях. В 1941 году произвели расстрел в урочище Благовщина. Там было убито огромное количество человек. А в 1943 году, чтобы скрыть следы своих преступлений после поражения под Москвой и Сталинградом, нацисты принялись раскапывать эту яву-могилу, которую они устроили в 1941 году. И трупы отвозили в этот концлагерь. После чего нас фиг сооружали кремационные печи. И после чего трупы сжигали. А как только трупы закончились, они перешли за убийство мирных людей. Человек в такой печи погибал за 10-15 минут. И от него оставался только черный петель. Следующая глупыня, которая здесь, это концентрационный лагерь в городе Полоцке. Тогда он находился в полутора километрах от города, за Спасо-Ефросиньевским монастырем. Спасо-Ефросиньевский монастырь – это древнейшее святое место на территории нашей страны. Основан Великой Полоцкой княжной Ефросиньей Полоцкой. Нацисты не глумились устраивать места массового уничтожения возле святых мест. Концлагерь находился, да, за Спасо-Ефросиньевским монастырем. Это был концлагерь для военнопленных и командиров Красной Армии, которые попали в какие-нибудь окружения. После чего, мы там содержали в чудовищных условиях, время от времени за ней приезжала машина, после чего отвозила на реку Полота и топила. Некогда могучая река, откуда произошло создание нашей белорусской государственности, окрасилась горами трупов. В этом концлагере погибло свыше 150 тысяч человек. Когда-нибудь, рано или поздно, все эти злодеяния фашистов должны были быть закончены. После 27 июля над нашей стороной впервые зашло мирное небо. Люди начали возвращаться на уже обугленное пепелище, восстанавливать дома и возрождать сельское хозяйство. Из 600 населенных пунктов, уничтоженных вместе с населением, 433 населенные пункта смогли, словно феникс, восстать из пепла. Прямо сейчас мы можем увидеть их название на символических деревьях жизни. Прямо сейчас мы с вами пройдем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я уже говорил, 433 населенные пункта из 600 уничтоженных нацистами вместе с населением смогли, словно феникс, восстать из пепла. Их названия увековечены здесь, на символических деревьях жизни. Прямо сейчас я хочу вам рассказать историю одной из этих деревень. Это деревня Великая Гать Евсейческого района Брестской области. Эта деревня одна из первых встретила удары нацистов. 5 августа 1941 года конный отряд карателей ворвался в деревню Великая Гать, после чего согнал 400 евреев на базарную площадь, плюс еще 5 советских активистов. После чего группу разделили на женщин, мужчин, детей, стариков, после чего отвезли за полтора километра от деревни и расстреляли. После чего деревню сожгли. В 15 километрах от деревни Великая Гать находится деревня Вулька-Абровская, также Евсейческого района Брестской области. Эта деревня была основана поляками еще в 16 веке. Там находились крестьяне, которые были освобождены от крепостного права. Она была густонаселена польским населением еще до начала войны. А в соответствии с генеральным планом ОСТ 80% польского населения нужно было уничтожить. Все эти населенные пункты имеют индивидуальную и в тот же момент трагическую и общую историю в конце. Только несколько из этих деревень, которые вы видите на территории Беларуси, смогли восстать из тепла. Те, кто не смогли, находятся здесь, на кладбище. Еще одна деревня, которая похоронена здесь, это деревня Олафь, Ветлогорского района Гомельской области. Нацисты согнали всех жителей со всего района в одну большую деревню и уничтожили. Там было убито 1758 человек. Из них около 800 было детьми. Также здесь находится захоронение деревни Дальва, которая находится в 20 километрах от мемориального комплекса Хатынь. Там погибло 44 человека по простой причине. Нацисты не стали искать преступника, кто же разрубил провод, который соединял связь между населенными пунктами. И они сразу решили отыграться на первой попавшейся деревне. И сразу перед ними была деревня Дальва. Она была уничтожена до основания. Спастись от той страшной трагедии удалось одному 9-летнему мальчику, который пошел пасти коня вместо своего отца. Когда он вернулся, он увидел не свою деревню, а уже догорающее пепелище. Он смог похоронить свою мать и своего отца. Однако этот трагический эпизод из его жизни навсегда останется у него в памяти. Прямо сейчас мы с вами перейдем к последнему пункту нашей экскурсии. Это Вечный Огонь. Он находится позади вас. Наша дуболка есть. Но это не так. Наша дуболка есть. Наша дуболка есть.